И, конечно, многие задаются вопросом, чего ждать от наступающего 2016-го. Некоторое особое значение придаёт тому, что этот год будет высокосным. У людей суеверных он обычно ассоциируется со всевозможными несчастьями и неудачами. Хотя статистика говорит об обратном. Плохих событий происходит ничуть не больше. Получается, что все страхи — это, по большому счёту, результат самовнушения. Развенчала мифы наш корреспондент Наталья Юрьева. Год-загадка не такой, как все. В мрачности своей репутации високосный год может сравниться, наверное, только с чёрной кошкой. И с этой суеверной фантазией каждый справляется как может. Я вас умоляю. Тяжёлый год — это когда первый раз задаешь сессию. А так всё нормально. Сколько должно быть дней в феврале, посчитали ещё в 46-м году до нашей эры. Гайюлий Цезарь по совету своих астрономов изменил календарь. Дополнительный день и вообще високосный год существуют благодаря планете, на которой мы живём. Своё путешествие вокруг Солнца Земля совершает на самом деле не ровно за 365 дней, а за 365 дней ещё около 6 часов. Так за 4 года и набегают ещё одни сутки, которые подстраивают наш календарь под движение планеты. Шанс появиться на свет в этот ускользающий день невелик. Один к 461-му. Правда, врачи рассказывают, некоторые мамы редкую дату рождения ребёнка просят заменить, чтобы праздник был каждый год. Мы советуем принимать жизнь такой, какая она есть. Если случилось ребёнку родиться в этот день, пусть он будет счастлив именно в этот день. Я сама родилась в високосный год, и поэтому не считаю, что все високосные годы плохие. Я родилась 29 февраля. Я тоже. Ну я тоже счастливчик. 29 февраля. В этом феврале тройняшки Ралина, Аида и Регина официально отпразднуют свой день рождения только в пятый раз. Несчастными себя мастера спорта по теннису не считают скорее уникальными. Редкая дата в паспорте, как эликсир молодости. Ведь совершеннолетие наступит аж в 72. Да и возможность в невисокосные годы отмечать праздник два дня подряд. И 28 февраля, и 1 марта тоже плюс. Про вот високосный год, то, что он неудачный, я вообще первый раз услышала. На самом деле он, не знаю, счастливый год, родились мы тройняшками в этот високосный год. И нормально. Счастливым високосный стал и для многих выдающихся людей. В этот длинный год родились композиторы Михаил Глинка, Джоакина Рассини, Иоганн Штраус, писатели Лев Толстой, Иван Гончаров, актеры Константин Хабенский, Кэмерон Диас, Мел Гибсон, Том Хэнкс и Адриль Тату. Високосный год, жениться мне желательно. Этот миг развенчает в любом ЗАГСе. По статистике, женившиеся в високосном году разводятся не чаще тех, кто пошел под венец в обычном. А самих браков в это время, наоборот, становится только больше. В 2012 году, именно в високосном году, был зарегистрирован на 125 браков больше, чем в предыдущих годах. Я думаю, что статистика говорит сама за себя, что високосный год – это такой же обычный год, как и все другие. Статистика трагедий и катастроф тоже не на стороне високосных лет. На них не приходится начало ни Первой, ни Второй мировых войн. Сильнейшее наводнение за всю историю человечества произошло тоже в обычном 1887-м. Тогда в Китае погибло 900 тысяч человек. Самая крупная трагедия в длинном году случилась аж больше века назад. Крушение Титани к унеслу жизни почти полутора тысяч человек. В России високосные годы отличаются победами. Наши сборные выиграли общекомандные зачеты на Домашней Олимпиаде-80 и на Играх в Барселоне. Россиянка Анастасия Мыскина впервые в истории страны одержала победу на турнире Большого шлема. Ее успех в Бимблдоне подхватила Мария Шарапова. Шотландскую команду в борьбе за кубок УФА «Зенит» разгромил тоже високосно. Тогда же корону Мисс Мира получила наша красавица Ксения Сухинова. А Дима Билан занял первое место на песенном конкурсе «Звровидение». Эксперты уверены, вера в мистику 29 февраля, а скорее из области психологии. С точки зрения астрологии нет никаких поводов считать високосный год особенно плохим. С какой-то символической точки зрения дополнительный високосный день – это даже благо. Это то, что делает мир ровнее. И, конечно, лучше, ведь високосный год дарит нам дополнительный 366-й день. А значит, родится больше детей, которые в будущем, возможно, изменят наш мир. Наталья Юрьева, Марина Илья, Илья Альба, Андрей Леснеков, Матриолин, Первый канал.